По вашим многочисленным просьбам разбираем фильм Эдриана Лайна «Непристойное предложение». В главных ролях Дэми Мур, Вуди Харрисон, правильно? Вуди Харрисон и Роберт Редфорд. Красивый, интересный мужик. Он немножечко рыженький, постуденький, но вот этот какой-то лоск, внутренняя такая глубина, аналитичность, вот ему очень подошла роль миллиардера. Очень подошла, правда же? И перед таким устоять действительно тяжело. Напишите, пожалуйста, мне, согласились ли бы вы за миллион долларов? Ну, на тот момент было миллион, да, это было много лет назад, сейчас это было бы два миллиона, наверное. Согласились бы вы за два миллиона долларов на такую интересную сделку? Конечно, она для многих будет соблазнительна, но далеко не каждый на нее согласится. Очень смешной был вот этот адвокатик, который сказал, я бы свою бабу продал, но ее и за 500 никто не возьмет. Смешной такой, помните, друг семьи, так сказать. Окей, погнали. Что мы видим? Субружеская чета вдруг сталкивается с какими-то финансовыми кризисами, несмотря на то, что они в целом очень успешные были люди, и она была риэлтор, да, дорогих различных объектов. Он был архитектором, то есть хорошая такая перспективная пара. Летом было, наверное, по 30 с маленьким хвостиком, может быть, чуть меньше, чуть больше. Все шло очень хорошо, но вдруг незадача, какой-то кризис и так далее. Но не в кризисе дела. Их можно, в принципе, назвать чуть ли не богатыми людьми по сравнению, к примеру, с нами, да, с россиянами. То есть такой дом в Лос-Анджелесе, роскошный, который у них был, ну, мама дорогая, сколько он стоит, то есть, ну, это далеко не бедные люди. Ну, хорошо, не можете выплачивать все эти кредиты. Ну, отдайте дом, приедьте во что-то попроще. То есть, короче говоря, хочу вам показать, что не в деньгах дело. Дело было совершенно в такой совокупности множества самых разных факторов. Во-первых, да, она хотела проверить, любит ли ее он. Это был один из таких, как бы, пунктов. Ей было интересно, что он будет говорить, как он отреагирует, вот забегая вперед, да, когда они получили это предложение, вот этого миллиардера, чтобы я переспал с твоей женой, я вам дам миллион долларов. Она на это согласилась, и более того, она это спровоцировала. Вспомните, когда они пришли в казино, приняли решение, дай-ка мы сейчас поиграем, отыграемся, выиграем и так далее. Они увидели этого миллиардера, красавчика. Ну, не красавчика. Опять же говорю, да, его красоту создавала его внутренняя фактура, его личностные какие-то качества. Это, собственно говоря, нарцисс, себелюбивый мужик, на людей смотрят, как на какие-то пешки, очень такой мозг аналитичный, очень глубокий, да. И, в общем-то, это сплошная какая-то коллекция, не люди, а как вот какая-то вот игра бесконечная. Он очень был азартный, такой ярко выраженный коллекционер, женский угодник, бабник. Этих женщин было у него много, весь такой холеный. Любил он ярко, красиво жить, любил острые-острые чувства, любил впечатлять, покорять. Собственно говоря, это нарциссам действительно очень свойственно. Они же достиженцы страшные, вот и все. Когда вы видите очень богатого, успешного человека, велика вероятность, что вы имеете дело с нарциссом, как в данном случае вот и наш Джон Гейдж, да. Хорошо. Короче, к тому я хочу сказать, что наша Даян сама строила ему глазки. Вот и все. Потому что посмотреть на мужика можно очень по-разному, очень-очень разными глазами. И вот тот момент, когда она ворует конфетки, а он смотрит на нее в этот момент, да, она так раз и начинает с ним заигрывать. И весь фильм от и до там был сплошной пикап. Давайте посмотрим, какой. Открытый рот, девочки. Помните, я вас учила, что нужно ходить с полузакрытым ртом. Это смотрится очень по-дебильному для нас, для женщин. Но на мужчин это оказывает какое-то особое воздействие. Второй момент, поскольку у нас птичка такая серьезного полета, это не просто Вовка Дрынкин, да, серьезного уровня бизнесмен. Соответственно, и серьезного уровня пикап там должен быть. Как она, например, зашла и швырнула вот эту скатерть. Каждая ли девочка сможет сделать такой смелый поступок? А, это очень смело, согласитесь. Это была чисто пикаперская фишка. Потому что вот такого извращенного, такого избалованного мужика, вот этими миллиардами, да, не всеми этими женщинами, деньгами, ну, в общем, яхтами, вертолетами и так далее, можно впечатлить чем-то эдаким. И вот это взброшенное скатерть вместе с едой, это был один из таких пунктов пикаперских. Потом это бесконечное нет, нет, нет. Ну, представляете, влиятельному человеку, это такой босс, бог просто бизнеса, да, шишка такая мировая. И какая-то моргослепка говорит ему, нет. Ведь она, в принципе, по уровню была не его женщина. Он был значительно лучше ее. Он проигрывал только в своей старости. Но в целом он был намного красивее, чем она. Он был более породистый. Все-таки Деми Мур простовато. Да простит меня она при всей моей любви к ней. Сейчас, кстати, она очень видоизменилась. Скажите мне, это фотошоп, успокойте меня. Скажите мне, пожалуйста, что это фотошоп, что это неправда. То, что сейчас с ее лицом случилось. Потому что то, что последние кадры я видела, я, кстати, на нее в Инстаграм подписана, это какой-то ужас. Что-то ей тут перетянули, натянули, в общем, дико изуродовали. Ведь удивительно, она же обращалась наверняка к классическому хирургу в своем, там, голливудской, вот этой тусовке. Он должен быть, по идее, светило. Как этот светило мог ее изуродовать? Напишите мне. Это правда, что вот она такая изуродованная? Или это какой-то фотошоп? Хорошо. Значит, что еще я хотела сказать? Она проигрывала ему, в принципе, по всем пунктам. Этот мужчина был намного внешне эффектнее, он был намного интеллектуальнее, круг его интересов был значительно шире. Но это не его уровни женщины. Она, в ней не было той стати, той породы, которая была в нем. То есть он вот породистый конь, а она, в общем, такая какая-то пони, да, рядом затесавшаяся. Это просто была такая игрушечка, несмотря на то, что, да, действительно, он был в нее влюблен. Но предшествовала этому все-таки ее правильная такая стратегическая игра пикаперская, согласитесь. Вот эти бесконечные нет, бесконечная дерзость с ее стороны, да, вот этот при этом манящий полуоткрытый рот, да, нет, да, плюс-минус, плюс-минус, вот это раздергивание этих эмоций каких-то. Хочу, не хочу, буду, не буду, поеду, не поеду, и так далее. Короче говоря, весь этот сюжет, вся сюжетная линия, она просто переполнена пикаперскими штучками. Вы можете взять прямо ручку и записывать это себе на вооружение для всех тех, кто очень хочет закадрить олигарха. Как именно это сделать? Кстати, когда я давала рубрику «Вопрос-ответ», одна из девочек меня спросила, мне 35 лет, есть ли у меня шанс влюбить в себя какого-нибудь богатого человека, очень богатого. Я хочу сказать, что шансы есть у всех. За свою большую практику работы с женщинами я убедилась в том, что любая квазимода может найти семимиллиардер, клянусь. Но вопрос лишь в том, что это будет за человек. Например, большинство все-таки моих миллиардеров и не очень красивых женщин – это пердун, это американский миллионер. У меня дикое количество женщин, которые повыходили замуж за американских миллионеров. Ну, согласитесь, ведь жить с дедулией, американским дедушкой, богатым, сможет далеко не каждая женщина. Ну, вот согласны? Далеко не каждая. Причем я даже вспоминаю, у меня есть одна женщина, она такая вот вообще, такая вот весит 200 килограмм, придурковатая такая какая-то вот. Вышла замуж за просто, за безумно богатого дедулю. Через год он у нее сдох, и она стала прямо олигархией. Она успела, кстати, сыночка ему родить еще. Вот и все. То есть я к тому, что все возможно. Но чаще всего все-таки есть некоторое, как сказать, оно как-то уравновесилось, понимаете? Вот в ней не было ничего особенного, а он вот дедуля, но зато богатый, и как-то раз-раз-раз качельки так ровненько встали. Все вроде как поровну. Какая-то справедливость восторжествовала в данном случае. Возвращаясь к нашему фильму, что мы видим с вами? Поступило предложение не просто так. Оно поступило потому, что наша Даян очень даже крутила жопой, открывала свой рот, посылала какие-то игры, эти самые импульсы, флюиды и так далее. Потому что если женщина этого не делает, навряд ли себе можно представить, что мужчина уж так взбудоражится. Он взбудоражился прежде всего на все то, что она ему транслировала. Что удивило нас со стороны ее партнера, которого звали Дэвид. Да, Дэвид, вот Вуди Харрисон. Такой хорошенький, сляденький, малюденький. У него и такая мордочка, у него немножечко такая есть кожуненькая. Но зато он не похожий на всех остальных. Правда немножечко такой мумитрольчик. Что-то такое у него есть, смешное. Но шикарный актер, просто гений, конечно. Очень крутой мальчик. Что я хочу сказать. Мы увидели кукол, да. Правда же? Он будоражился на все это, возбуждался. После того, как она переспала с этим богачом, он страстно, у них была страстная, значит, сексуальная связь и так далее. Все это его мучило. Он вот весь пребывал. Вот я к тому, что чувствуют куколды. Только у них это еще более ярко выражено. В нем все-таки побеждала, особенно в конце, вот эта самцовость мое, моя. Но вначале вот он ввел себя вот как вот настоящий кукол. Вот еще чуть-чуть прямо вылитый кукол, да. В нем не было жесткого нет. В нем была неоднозначность. Плюс-минус да, нет, может быть, посмотрим. Он не спал ночью, обдумывал предложение, как и она. То есть они оба это создавали, они оба в это играли, они относились к этому не очень серьезно. Плюс ко всему они попали в такое несколько суженное сознание, когда игроманы играют, они перестают вообще оценивать ситуацию. Они могут продать своих детей. Я реально вам говорю, это конкретный случай проиграть в карты дочь, допустим. Они могут поставить все свое имущество. То есть они действуют очень в неадекватном, так сказать, вообще положении вещей. Они не в себе немножечко. И вот этот период, он буквально длился, несколько часов, вот этой какой-то острой, яркой одержимости, опустошенности, вот этих ярких эмоций, когда ты проигрываешь все, все то, что ты взял в долг, ты только что выиграл, ты только что проиграл. Почему люди с легкостью заканчивают жизнь самоубийством? Вот эти все лудоманы, проигравшие в казино, они бегут и стреляются, вешаются и так далее. Потому что очень-очень-очень сужено сознание. Собственно говоря, вот в эту колею они попали. Вот под горячую такую лаву они зашли. И они не рассчитали силы, они не оценили вообще все риски и последствия, что это в итоге разрушит их отношения, что это не приведет их вообще никуда. Потому что, простите, это будет крайне трудно. И что ужасно, он начинает ее обвинять. Как будто бы это только ее вина. Как будто бы это не они оба создали эту ситуацию, а исключительно она. И она тоже манипулятор. Я делаю это для тебя и так далее. Но опять же, я говорю, дело совершенно не в деньгах. Они не были нищими людьми. Это не то, что какие-то, знаете, гастарбайтеры приехали куда-то в другую страну. Вот у них там четверо детей. Они грызут какие-то пакетные супы. Нет. Вы видите, да, состоятельные люди. У той и у другой есть родители. Все в порядке. Нет, дело было не в этом. Дело было вот именно такой комплексный аспект. Здесь сыграло роль казино и суженное сознание. Сыграло роль получить остроту этих эмоций. Проверить друг друга вообще на прочность. Сможем ли мы с этим справиться. Может быть, она ждала, что остановит он ее. Он ждал, что она как-то остановится. В общем, короче говоря, когда он решил остановить это, дело зашло уже слишком далеко. Они улетели на вертолете. И он начал спиваться, кусать себе локти. В общем, катиться вниз с дикой скоростью. Но что я еще хочу сказать? Что я еще хочу сказать? Любила ли она этого богатого человека? Да нет, конечно. Он подкупал своей нежностью, глубиной, своим интеллектом, своим могуществом. Вот как будто бы ты рядом с каким-то папочкой, который решает любой вопрос. И от этого так приятно. И в этом хочется купаться. Как будто бы просто бесконечно. Знаете, бриллианты, платья, вечеринки, какие-то светские мероприятия, театры. Правда же, это все что-то такое очень и очень манящее. Но забегая вперед, он увидел, что нет этой любви, как бы он ни старался, как бы он ни задаривал ее этими подарками. Нет этих искренних чувств по отношению к нему. И когда он увидел, как на нее смотрит ее Дэвид, и как она смотрит на Дэвида, он понял, что он разворошил какое-то гнездо, зачем-то залез, испортил все. А любви так и не получил. То есть он не смог ее купить. Он смог купить это тело, но не смог купить эту душу. Не получилось. Хотя он утверждал, что купить можно все. И я с этим утверждением согласна. В большинстве случаев, в принципе, купить можно все. И здоровье, и любовь. Потому что любовь состоит из множества самых разных стимулов и деньги, в том числе любить. Купить можно жизнь, купить можно продлить, как минимум, жизнь. В общем, купить можно что угодно. Забегая вперед, мы видим обманную монетку. В конце концов, ей показывает вот это, что это монетка была из двухсторонного орешка или орел, я не помню, да, орел. И что проиграть было невозможно. И он фабрикует, сфабриковал быстро очень красивую такую сцену, которая явно быстро спровоцирует то, что она должна на него обидеться и уйти. Что у меня таких, как ты, было много. Ты в моей коллекции. Ты просто пешка, игрушка. И, в общем, зная, имей это в виду. Причем она это считала, она это поняла, что эта ситуация создана искусственно им. И она тихонечко благодарит его, выходит и встречается со своим уже бывшим мужем. Они же развелись, да, бывшим мужем на самом деле. Сложатся ли у них отношения дальше, трудно сказать. Как показывает практика, эта измена, и вот это, хотя этой измены трудно было назвать, это как бы, это был проект, правда, это было какое-то деловое предложение, это была какая-то, была бизнес-идея такая. Соответственно, под измены чаще подразумеваются обманы всякого рода. Но это не обман. Да, это было по обоюдному желанию. Но взять вот так и сказать, что он все там переоценил, и она тоже, они все пересмотрели, и начнут с нового листа. Нет, они уже не начнут с нового листа. Они либо расстанутся, либо все будет по-другому. Как? Неизвестно. Но вероятность того, что они расстанутся, велика. Велика. Что еще я не сказала? Что еще я не сказала, ребят, по поводу этого фильма? Может быть, я слишком стремительно его рассказала, конечно. Надо было порастягивать его. Но уж как есть, так есть. Как есть, как есть. Потому что они шли в это прямо вот, ну, практически осознанно. Да, они до конца понимают все то, что будет после этого. Но они с легкостью, во-первых, он сказал, можно я возьму вашу жену? Вот этот момент, давайте к нему вернемся, когда идет игра, стол, он сидит, и он говорит в толпу. Можно я одолжу вашу жену? То есть любой более-менее нормальный мужчина, который уважает себя, любит свою женщину, чувствует себя самцом, скажет, слышь ты, уебан, сейчас врыло получишь. Да, ну, как минимум. Опять же, это моя любимая фраза, вы знаете. А он, иди, это будет весело. То есть можно я у вас одолжу жену? Конечно, берите. А идите, я вот вам там оплачу номерок. Ой, спасибо, дяденька. А приходите ко мне в номер, давайте поиграем в бильярд. О, отлично, здорово, давайте поиграем. И вот этот шаг за шагом, шаг за шагом, он поражал, особенно он поражал своей продажностью. Даже больше, чем она. Она как будто бы самоутверждалась, да, вот как такая, как куколка, которую хотят купить. Вот посмотрите, насколько я стою. Миллион долларов повышала свою самооценочку таким образом, да. А он как будто бы будоражился, возбуждался от этого сексуально, чувствовал яркие и острые эмоции. Ну, он же творческий человек. Собственно говоря, вот эти все вещи, они, в принципе, свойственны творческим людям. Проверить себя на эмоции, а будет, а что будет, а как я буду реагировать, а что она для меня. Как будто бы вот он хотел создать это, чтобы переоценить это. Вот что, да, действительно, она для меня важна. Потому что до этого я как будто бы не мог это почувствовать. И не мог. Вот оно было всегда, как должно быть. Как будто бы всегда было моим. А так я стал острее это ценить, любить и нуждаться в этом. Все. Вот как будто бы это было для чего-то нужно. Ну и ей тоже. И самое смешное по поводу денег, да. С какого перепуга вдруг эти деньги, там, его. Хотя, вот помните, да, они были не нужны ни ей, они были не нужны ему, они были не нужны никому. В итоге он их потратил на кого? На картинку с бегемотиком. Правда? За миллион долларов на аукционе ее решил для нее купить. Потому что они поняли, что это что-то такое, ну, крайне разрушительное, что ты не можешь со спокойной душой и тратить эти деньги. Ты вообще не можешь, не понимаешь, что с ними делать. То есть она как будто бы хотела откупиться от этой виновности, на, забирай свой проклятый миллион. А он, в свою очередь, не мог вообще взять эти грязные мани, да. Как будто, как я могу взять этот кошмар какой-то такой. Вот. Ну, короче говоря, обратите внимание, у Адриана Лайна, да, Адриана Лайна много вот этих шедевров. Мы уже который раз с вами разбираем его шедевры. Вот он вот именно красиво снимает романы, вот такие. Любовные треугольники он очень красиво снимает. Очень остро их чувствует, правда же? Вот так. Значит, что еще я хотела сказать по поводу... Я что-то хотела сказать вам, ребят? Сейчас я вспомню, что я хотела. Я что-то хотела из жизни какой-то пример привести. Причем красиво говорили оба, что ее муж молодой красиво умел говорить, особенно в конце он стал. Так красноречив. Так вот он прям такой какой-то... Такое полилось что-то из него очень глубокое, философское, вот с этой болью, с осознаванием, пониманием всего того, чего как будто бы не было ранее. И вот этот секс за миллион долларов, вот как будто бы он стоил того, чтобы услышать эти слова. Потому что без этой какой-то маленькой трагедии невозможно как будто было бы извлечь вот этот пласт особый, понимаете? Как будто бы это было нужно для чего-то. Ребята, вы знаете, я как-то себя не очень хорошо чувствую. Как будто я умираю. Мне так иногда кажется, но мне кажется, это уже лет 10. С другой стороны, я бы уже умерла, уже давным-давно, правда же, если бы я как-то серьезно болела. Вот у меня такие вот, у меня нет сил. Может, у меня коронавирус? Но с другой стороны, вот я говорю, коронавирус, что он уже 10 лет, что ли, этот коронавирус? Нет сил у меня никаких вообще. Еле вообще сошкривла себя. Надо, Федя, надо. Вот так вот сижу и снимаю. Надо, Федя, надо. Вы учитесь у меня тоже. Когда надо сделать, надо сделать все. Потому что я слушаю иногда некоторые блогерки, говорят, лучше снять одно видео, но с правильной энергией, чем снимать каждый день или три раза в неделю, но вот с какой-то неправильной энергией. Вот эта идея максималиста приведет вас в никуда. Перфекциониста вот такого. Все или ничего. И в итоге она выкладывает свой ролик раз в полгода, набрала три просмотра, хотя потенциал огромный. Она могла бы стартануть очень по-серьезному. Но только потому, что она подошла к этому идее, с идеей вот такого максимализма, подросткового, причем очень, ей не сдвинуться с места. Поэтому не совершайте ее ошибок, а поступайте, как я. В любую погоду садитесь и делайте. Понимаете? Садитесь и делайте. Вы помните, что 22 числа я вас жду в феврале? Это, кстати, уже очень скоро. 22 февраля – это очень скоро. У нас с вами будет мотивационный марафон «Пять шагов к успеху». Мы будем оформлять ваши идеи, мысли, цели конкретные, все эти желания в цели будем оформлять. И будем смотреть, что нужно для того, чтобы достичь этого. Пять дней подряд стоимость 5000 рублей. Чтобы записаться, нужно написать мне вот сюда, на мою страницу, инстаграм, в сообщении, что, Вероника, я хочу прийти на твой марафон. И я вас запишу. Я еще хотела вам что-нибудь сказать. Но сейчас я подумаю, ребят, наверное, и все. Все, 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 все. Скажите, какую еще киношку будем разбирать с вами? Скажите, пожалуйста. Я про Дэмимур хотела еще сказать. Я люблю Дэмимур. Она нормально старела. Не ужасно она старела. Она хорошо, как бы, ну вот она провалилась с этой депрессией, с этим мальчиком, своим молоденьким актером. Он ее променял на нашу Милку Кунису. Причем с этой Милой Кунису. Они же дружили полжизни. Они вроде были друганы. Наверняка, наверное, Дэмимур не ревновала. Она даже подумать не могла, что Мила станет женщиной. Ее вот это Эштон Катчер, по-моему, Эштон Катчер. Молоденький такой. На моего брата, кстати, похож на Эрона Эштон Катчер. Ну вот, видите, природа, возраст. Взяли свое. А вот еще про дочери хотела сказать. Ведь Дэмимур. Ну, я не могу ее назвать очень красиво. Но она интересная женщина. Интересная женщина. И Брюс Виллис. Офигенный мужик. Вот два таких вроде бы ярких персонажа. Скажите мне, объясните мне, как у них родились три страшнющие дочери. Ну, как это вообще возможно? Объясните мне, пожалуйста. Ну, ладно бы одна уродица родилась. Так их три. И каждая по-своему уродливая. Какие-то жуткие совершенно лица. Искаженные какие-то кабачки какие-то. Что произошло вообще? Это как у них было спаривание в момент алкогольного опьянения. Или что случилось такое? Что-то пошло не так. И вот, кстати, мне жалко эту пару. Хорошая пара была. Да, Дэмимур с Брюс Виллисом. Ну, что-то пошло не так, ребят. Вот. Вот, 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 вот. Все. Как вам моя рубашечка? Как рубашечка моя? Все, я вас целую, котятки мои. И обнимаю. Ну, вот можно сюда было бы, может быть, синие тени какие-нибудь. Но мне не очень нравятся синие тени. Это такие 90-е, да? Когда там у нас синие тени были 90-е? Да, 90-е. Все, котятки, я вас целую. До встречи на марафоне. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok